Сегодня с делегацией российских семей мы находимся в Катаре, в Дохе. Основная миссия нашей делегации в отдыхе и оздоровлении семей, которые были воссоединены в ходе специальной военной операции. Приехало 10 семей, 33 человека в общей сложности. Потрясающие эмоции, которые испытывают дети, их родители. Наконец-то эмоции мирные. Дети прошли медицинское обследование, получили психологическую поддержку и помощь. Ну и, конечно, купаются, отдыхают, посещают разные театры, музеи. Мы приехали в Катаре, Доха, с миссией для релаксации и для релаксов. Реунификация для семьи. 10 семьи приехали здесь, total 33 человека. И, конечно, дети испытывают очень позитивные эмоции. Мы выражаем огромную благодарность государству Катар за эту гуманитарную миссию. Почти год длится наше взаимодействие. И основной темой нашей совместной работы является воссоединение детей, которые были разлучены со своими семьями в ходе проведения специальной военной операции. И для нас очень важно, что Катар погрузился в детали. Судьбу каждого конкретного ребенка и семьи. И в результате нашей совместной работы 28 детей были возвращены и воссоединены со своими родственниками на Украине. И 5 детей воссоединились со своими родственниками в России. Сегодня произошло важное событие. Впервые в очном формате мы провели переговоры с украинской стороны. Это стало возможно благодаря посредничеству Катара на Катарской земле. В результате переговоров мы зафиксировали список из 29 детей, которые должны воссоединиться со своими родственниками на Украине. И 19 детей, которые воссоединятся со своими родственниками на Украине. И 19 детей, которые будут воссоединены со своими родственниками на Украине. Как вы видите, никаких тысяч, десятков тысяч детей, о которых так активно говорит Украина и западные СМИ, не существует. Это все миф и выдумка. 29 и 19. Катарская сторона зафиксировала эти списки. И дальше будем работать по ним. В случае появления новых ситуаций, семейных, мы будем их отрабатывать. Спасибо. 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 Почти от вас. Спасибо.